Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. И мое традиционное напоминание в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс, где мы каждый день постим, размещаем большое количество аналитического контента. Еще одно информационное сообщение, поскольку сегодня понедельник, традиционно, друзья, для вас в 16.00 по московскому времени проведу вебинар правильный понедельник и параллельно еще будет голосовой стрим чата в этом самом телеграмм канале. Но перед тем, как мы начнем сегодня, именно голосовой стрим, вам будет предложено несколько тем на выбор. И, соответственно, тема, которая наберет наибольшее количество голосов, станет центральной в ходе моего сегодняшнего повествования. Но я, опять же, хочу немного повлиять на вас. Было бы неплохо, друзья, если вы проголосуете за доллар, потому что не есть, что вам рассказать. И очень хочется детальнее раскрыть именно эту тему. Потому что, если вы знаете, как будет вести себя доллар дальше, вы, соответственно, сможете ответить на прочие вопросы, как будут на все это реагировать рисковые инструменты. Причем разных категорий валютного рынка, фондового не имеет значения. Главное событие этой недели. Я позволил себе из всего многообразия релизов, которые нас ждет, выделить только один отчет. И он пятничный. Это данные по индексу потребительских цен. Хотя я могу ошибаться с днем публикации, но в ходе следующих брифингов, разумеется, буду держать вас в курсе. Все-таки, наверное, в среду он выйдет. Данные по инфляции очень важный, фундаментальный блок, который имеет решающее значение сейчас для Федрезерва в плане той политики, которая проводится регулятором. Уместно ли сейчас удерживать экономические стимулы, либо пришло время все-таки признать, что пора бы уже двигаться дальше в плане ужесточения монетарной политики. И здесь уже очень много было сказано нами, в том числе, когда мы разбирали вот эту судьбоносную риторику Джерома Паула, который выступил перед банковским комитетом Сената США на прошлой неделе и дал нам четко понять, что теперь ФРС готов действовать в плане более ускоренных темпов сокращения программы количественного смягчения. Причем на заседании, которое состоится уже через неделю, то есть 15 декабря. Почему так произошло? Потому что наконец-таки ФРС признал, что ошибался ранее, когда полагал, что инфляция будет временной. Сейчас американский регулятор принял позицию того, что индекс потребительских цен все-таки растет стремительными темпами, опережающими те прогнозы, которые были ранее обозначены. И индекс потребительских цен будет существенно превышать целевой уровень американского регулятора в течение длительного периода времени. А поэтому, друзья, нужно действовать, нужно влиять на индекс потребительских цен, потому что если ФРС будет и дальше каждое заседание нам говорить о том, что уместно проводить стимулирующую политику, этот рост инфляции будет и вовсе неконтролированным. Поэтому американский регулятор в лице Джерома Паула на прошлой неделе дал нам четко понять, что программа количественного смягчения может быть завершена на несколько месяцев ранее. И мы, конечно же, немного додумали, какие сценарии дальнейших действий ФРС могут быть применимы. И решили, друзья, вместе с вами, что, скорее всего, американский регулятор на заседании 15 декабря может анонсировать удвоение темпов сокращения программы количественного смягчения. Если сейчас он срезает по 15 миллиардов долларов в месяц, то реальный объем коррекции может составить 30 миллиардов. И Goldman Sachs, кстати, с нами в этом плане согласен, потому что их пятничный прогноз, а я вам его озвучил ранее, еще до пятницы, их пятничный прогноз свидетельствует о том, что они ожидают полного завершения программы количественного смягчения в США уже в марте следующего года. И, соответственно, к июню повышение процентной ставки. Ну, наверное, уже по факту июньского заседания. Американский регулятор, на мой взгляд, останется точно сейчас привержен курсу на последовательное ужесточение монетарной политики и вряд ли он станет корректировать планы. Кто-то может сказать, что пятничные данные по Non-Farm Perl существенно разочаровали. Но это не так, друзья. Я, с одной стороны, соглашусь, что количество новых рабочих мест не дотянуло до прогноза. 210 тысяч, а прошлая оценка была 531 тысяч. Прогноз тоже был в районе полумиллиона. То есть реальная цифра в два раза хуже. Но посмотрите на уровень безработицы. Снижение с 4,6 до 4,2%. Причем вы должны понимать, что 3,9% уровень безработицы – это уровень, который соответствует максимальной занятости. Также в пятницу вышел отчет АСМ в секторе услуг. Очень хорошие цифры. Наверное, даже это неправильно будет сказать. Именно так. Лучшие цифры с 1997 года. 69,1% рост 66,7%. До этого у нас был АСМ производственного сектора тоже на многомесячных максимумах. Как ни крути. Американская экономика пока что уверенно стоит на ногах. Если это не специально нарисованная статистика, то у ФРС точно есть все основания, чтобы двигаться под траекторией последовательного ужесточения монетарной политики. Я предлагаю на этом сейчас фокусироваться. Поэтому в отношении доллара нужно смотреть по бычью моменте. Но я никак не решаюсь, друзья, все-таки открыть лонг по индексу американской валюты. Может быть, мне, наверное, так же, как и вам, интересно дождаться уже непосредственно заседания 15 декабря и посмотреть, какое решение по факту будет принято американским регуляторам. Будет ли сокращение программы количественного смягчения поэтапного, я имею в виду, в увеличенных вдвое объемах. Но я особо сейчас не расстраиваюсь в том, что никак не могу решиться по трейду именно по индексу доллара. У меня есть и другая сделка, которую я ранее вам рекомендовал. Это шорт по евро-доллару. И это где также актуально. Мы ниже отметки 1.13, 1.1287 сейчас котировки. Снова обращаю ваше внимание на очевидный контраст монетарных политик. Потому что Европейский Центральный Банк остается последним регулятором среди развитых стран, которые отказываются что-либо делать сейчас в монетарной политике. И напротив, даже каждый раз, когда есть возможность у Кристины Лагард выступить и объяснить позицию регулятора и банка, за которую она отвечает, она комментирует, что стимулирующая политика жизненно необходима сейчас экономике валютного блока. В пятницу мы слышали от нее во время ее пресс-конференции. Я не поленился, посмотрел пресс-конференцию в эту субботу. Также она подтвердила, что стимулирующая политика уместна. И повышением процентной ставки, друзья, это даже здесь не нужно гадать, думать, прогнозировать. Это фактически дословный перевод того, что она сказала. В 2022 году повышения процентной ставки не будет. Теперь вспомните все, что я только что рассказал про доллар. Накиньте на пару евро-доллар и такое идеальное торговое решение на контрасте монетарных политик. Если ЕЦБ будет и дальше проявлять упорство, я думаю, что какое-то время, возможно, даже целый год, это упорство останется в силе, то рост инфляции, который сейчас остается на максимумах вообще за время, по-моему, всего учреждения Европейского Союза, 4,9%, Это не триггер, чтобы Европейский Центральный Банк действовал, потому что ЕЦБ по-прежнему считает, что рост инфляции – это временное явление и не готов менять свою точку зрения, как это сделал ранее Федрезерв. Помимо того, что мягкая экономическая политика будет способствовать снижению курса европейской валюты, потенциально сильные доллары, ну и никто еще не списывал со счетов тему микрона. Напомню, что в пятницу, следом за Австрией, Германия также анонсировала только неполный, пока что частичный локдаун с большим количеством ограничений, запретов на то, чтобы люди собирались группами. И многие полагают, что на этой неделе аналогичные меры могут быть приняты во Франции и в Дании. В общем, друзья, следим. Я думаю, что все-таки омикрон пока что – это ящик Пандора. И очень мало информации. Мы не можем точно ответить на вопрос о том, как стремительно он распространяется, насколько устойчивыми являются вакцины против него, приведет ли он к вот этим масштабным ограничениям, станет ли он причиной тех самых экономических трудностей и коллапса, который вызвал рецессию мировой экономики в 2020 году. Но время опять растаять все точки над ним, мы все это узнаем очень скоро. Пока что омикрон – это риск, который нужно уважать, наверное, с которым нужно считаться, и не нужно торопиться сейчас с покупками евро. Не забывайте также про индекс рыночных настроений Кайман, который также указывает на то, что можно еще шортить, друзья. В общем, цель 1.12 и тире ее транслируем на 1.10. Золото 1782. Цель 1750 пока не добита, но мы были очень близки к ней в пятницу. Кайман по-прежнему рекомендует нам золото шортить. Мы понимаем, что золото сейчас неинтересно инвесторам, поскольку все ждут следующего раунда ужесточения монетарной политики Федрезерва, последующего повышения процентной ставки. Темпы оттока инвесторского капитала из золотых ETF-фондов это подтверждают. Больше 300 миллионов долларов было выведено за последние три дня. Если опустить выходные, после выступления Паула, среда, четверг и пятница, это самый стремительный отток, значительный отток капитала из этих фондов больше, чем за полтора года. Нужно делать правильные выводы. Я думаю, что если золото все-таки станет интересным инвесторам, я вам об этом расскажу, но мы, наверное, в динамике ETF-фондов увидим это ранее. Еще один актив, который я рекомендую сейчас торговать и шортить, это нефть, 71.28 в моменте по бренду. И теперь загибаем пальцы. Причины. Омикрон, потенциальные ограничения во многих регионах уже и реальные мобильности людей, проблемы с транспортной ситуацией, экономической ситуацией в мире, сильный доллар. Решение ОПЕК, которое очень многих удивило, все ждали, что ОПЕК отреагирует на потенциальное падение спроса тем, что не станет дополнительно наращивать объем нефтедобычи. Но ОПЕК решили, что рост спроса все равно остается значительным, и он с лихвой съест вот эти все проблемы, которые имеют место быть из-за нового штамма коронавируса. Поэтому страны ОПЕК решили, что в январе-феврале будут наращивать ежемесячно объем нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Я напоминаю, друзья, что ранее страны, ключевые потребители нефти, Южная Корея, Япония, Великобритания, США и Индия анонсировали продажу стратегических резервов, которые могут вернуть на рынок и стать причиной роста предложением больше, чем на 400 тысяч баррелей в сутки. Еще и рост добычи со стороны ОПЕК, я думаю, что не стоит недооценивать риска значительного роста предложения. И я думаю, что в конце концов на фоне еще грядущего падения спроса, который неизбежен, кстати, по мнению экспертов Goldman Sachs, спрос нанять в этом месяце снизится на 1,3 миллиона баррелей. Получается, что рост предложения, падение спроса и очень хорошие условия на данном этапе пока что шортить нефть. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание и хорошей торговой и сессии, и недели. Увидимся сегодня в 16.00 по Московскому времени. Всем пока!